Все проповеди Иисуса красной нитью проходит образ Царства Божьего или Царства Небесного, что одно и то же. Что такое Царство Божие? Во времена Иисуса, да и сейчас тоже, многие думали, что это образ, обозначение земного царства, нового Израиля, свободного от захватчиков. Потому и думали, что Иисус это Царь Иудейский, который пришел для того, чтобы сесть во главе Царства Божьего Израиля. Это не так. Царство Божие не имеет места, не имеет границ. Царство Божие это духовный мир человека, живущего по правилам Божьим. У такого человека в душе благодать и покой, потому что он уже попал в Царство Небесное. У каждого человека свое Царство Божие в душе, и каждый его достигает в одиночку. Когда каждый человек на земле достигнет Царства Небесного в одиночку, тогда наступит единое Царство Небесное для всех. Царство Божие открыто для человека любой национальности и профессии без ограничений. Нужно только принять к сердцу законы Божьи. Иисус в виде притчи объяснил слушателям, в чем именно заключаются эти законы Божьи. Когда у Иисуса спросили фарисеи, когда придет Царство Божие, ответил он им, не придет Царство Божие приметным образом, и не скажут, вот оно здесь или вот оно там. Ибо вот Царство Божие внутри каждого из нас. Этими словами Иисус хотел сказать, что Царство Божие не придет разом для всех людей. И об этом не будет объявлено кем-нибудь и как-нибудь. У каждого человека есть свое Царство Божие, и оно находится внутри его самого. Если человек живет в ладу своей совестью, душа у него спокойна. Если он добр к людям, искренен с ними, от него исходит любовь. Он умеет прощать, быть сострадательным. И живет в ладу с заветами Иисуса. То значит, в его душе уже наступило Царство Божие. Вот таких людей идут во все стороны покоя. Потоки бурной, светлой, чистой божественной энергии. Редактор субтитров А.Семкин